Поддержка и повышение качества уровня жизни людей в возрасте старшего поколения. Тема глобальная, масштабная и очень подробная и детальна. Мы сейчас поговорим с нашим гостем об этом. А в гостях у нас Наталья Данилова, начальник управления социального обслуживания и развития негосударственного сектора в сфере предоставления социальных услуг Министерства труда и социальной защиты Республики Крым. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, первый вопрос. Досуг старшего поколения. Что, как, зачем? С регионального проекта старшего поколения и национального проекта демография Министерством труда разработан ряд мероприятий по продолжительности жизни, по активному долголетию граждан пожилого возраста. Одно из таких направлений это проведение ежегодной спартакиады граждан пожилого возраста и инвалидов, которые находятся у нас на стационарном социальном обслуживании и в полустационарном. Можно отметить, что в прошлом году соревнования проходили у нас на базе Центра профессиональной реабилитации инвалидов в городе Евпатория. Было проведено по пяти видам спорта. Это мини-футбол, теннис, шашки, шахматы, пеннирбол. И хочется отметить, что по итогам соревнований именно победителями были граждане интернатов психонерологического профиля. То есть наши подопечные показывают большой интерес и любовь к спорту и, конечно, продолжительности долголетия. Кроме того, хочется отметить, что в рамках также активного долголетия у нас ежегодно министерством проводится уже пятый год подряд фестивали художественной самодеятельности. Куда могут прийти как коллективы любого творчества и также обычные исполнители граждане старше 55 лет обращаются в наши центры социального обслуживания, где могут проявить свои таланты. Фестиваль у нас проходил в прошлом году в четыре этапа. Победители фестиваля участвовали на галоконцерте. Обычно это проходит в период с июня по 1 октября. А 1 октября мы уже проводим на базе Государственного академического музыкального театра концерт, который приурочен Международному дню пожилых граждан. Ничего себе, программа обширная. Очень обширная. Поверьте, нет в зале ни одного свободного места. Настолько фестиваль художественной самодеятельности у нас проявляется уже с каждым годом. Более активный, больше интерес, что мы это наблюдаем и мы видим, как готовятся наши участники. Они не только придумывают себе образ, они самостоятельно от себя шьют костюмы. Притом эти костюмы не повторяются из года в год. Настолько они все расшиты, они интересны, они друг у друга берут идеи. И наблюдая за таким направлением, настолько приходится самим удивляться и смотреть за их творчеством. Вот у кого надо молодому поколению пример брать, а то сидят по своим интернетам и гаджетам, вот, пожалуйста, жизнь кипит и бьет ключом. Я хочу сказать, что наши пожилые граждане не отстают от молодежи, они хотят идти с ними в ногу. И на сегодняшний день у нас активно развивается обучение компьютерной грамотности, где люди тоже хотят быть в социальных сетях. В сетях хотят находить друзей своих, подруг, которые раньше были в школах, дружили и работали. Смотрите, какие активные. И спортом занимаются, и творчеством занимаются, и общению всегда открыты, рады. Знаете, кроме того, что мы проводим такие мероприятия, у нас еще на базе отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, у нас 92 отделения таких по Крыму, где для активного долголетия и продолжительности здоровой жизни у нас существует более 400 клубов и кружков по интересам, где граждане пожилого возраста приходят. Они могут учиться рукоделию, они могут учиться вязать, лепить, шить абсолютно разным-разным направлениям, вплоть до того, что это могут быть любые школы здоровья, школы активного долголетия, школы безопасности, здоровый образ жизни. Активно развивается у нас социальный туризм. Это одно из направлений виртуальный туризм. Посещение театров, клубов, кино. То есть настолько активное направление специалисты предоставляют для наших пожилых людей. Конкретно отрабатывают мероприятия. Притом самое интересное, хочется отметить, что при посещении наших отделений граждане пожилого возраста открывают себе таланты. И потом, несмотря ни на какие мероприятия, они сами могут уже учиться писать стихи, уметь себя держать на сцене. Потому что они абсолютно разноплановое направление для каждого гражданина. Наталья Васильевна, к сожалению, время нашей беседы строго регламентировано, и оно уже подошло к концу. Вам огромное спасибо за такую обширную информацию, за интересную, полезную. Я со временем уверен, к этому коллективу пожилых людей обязательно приобщусь. Очень интересный образ жизни они ведут. Ну а нашим телезрителям хочу напомнить, что это утро вместе с нами встречала Наталья Данилова, начальник управления социального обслуживания и развития негосударственного сектора в сфере предоставления социальных услуг Министерства труда и социальной защиты Республики Крым. Ну а мы наш эфир продолжаем, и прямо сейчас посмотрим следующий репортаж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова